Февральская революция Борисов Николай Сергеевич Доктор исторических наук Профессор исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Февральская революция Действительно это событие, которое неразрывно связано с историей России Главная причина ее состояла в том, что не были решены задачи буржуазно-демократической революции Первая русская революция 1905-1907 годов была буржуазно-демократической Но она завершилась компромиссом Остался существовать целый ряд пережитков феодально-крепостнической системы Это прежде всего самодержавие как политическая система И это помещение землевладения как основа процветания правящего класса Сословное деление общества Все это нужно было довести до конца в ходе новой буржуазно-демократической революции И вот по своему содержанию, по сути своей, февральская революция была буржуазно-демократическая То есть она доводила до логического конца, до логического предела Те события, которые брали свое начало еще в 1905 году Но, конечно, таким катализатором революции февральской была ситуация с войной Потому что война для России началась взрывом патриотических настроений Известно, что в 1914 году, когда только что началась война Были манифестации с поддержкой правительства, с поддержкой царя Но постепенно, по мере того, как война затягивалась, как количество жертв увеличивалось А главное, становилась очевидной бессмысленность этой войны Которая, в сущности, никому не нужна была Вот по мере того, как все это развивается, усиливается и протестное движение Движение, которое требовало заключения сепаратного мира Или, во всяком случае, какого-то выхода из этой тупиковой ситуации И вот это все и в конечном счете послужило такой вот питательной средой В которой в любой момент могла вспыхнуть новая революция И надо сказать, что, конечно, свою роль сыграла и беспомощность императора, и правительства Правительство потеряло все доверие И в Государственной Думе не доверяли этому правительству И в народе тоже Царь пользовался антиавторитетом, можно сказать, Николай II И вот это все вместе взятое и привело к тому, что когда в Петрограде начался голод в конце февраля Ну, голод, ничего не голод, но трудности с продовольствием, огромные очереди, которые стояли из булочных Вот тогда у правительства не оставалось других аргументов, кроме использования войск Конечно, еще свою роль сыграло то, что сам Николай в это время находился в Ставке Он ведь провозгласил себя верховным главнокомандующим И он обязан был находиться в Ставке Ставка находилась в Могилеве И вот там, в Могилеве, он в это время пребывал Не подозревая о том, что его трон шатается и может в любой момент рухнуть Ему, конечно, посылались телеграммы, ему писали о том, что его генералы, о том, что государь, вам нужно вернуться В Петрограде беспорядки Но он вместо этого посылает телеграмму командующему военным округом генералу Хабалову С знаменитой фразой «патронов не жалеть» Патронов не жалеть, то есть расстреливать эти демонстрации Но расстреливать можно было только до тех пор, пока армия подчинялась правительству Как в любой такой ситуации, козырным тузом была поддержка армии Или, наоборот, отсутствие этой поддержки И вот 26, если не ошибаюсь, февраля 1917 года Произошел вот этот самый перелом Когда солдаты Павловского полка, которые должны были расстрелять очередную манифестацию Они отказались стрелять в рабочих, стрелять в народ Они начали стрелять в городовых, полицейских, которые пытались что-то такое там предпринять То есть армия перешла на сторону народа Новые воинские части присоединились к восставшим И дальше уже им дороги назад не было Потому что если они вернутся в казармы, то их будут судить И вот армия переходит на сторону народа Петроградский гарнизон вообще отличался от фронтовых частей Потому что это были в основном новобранцы, которые были городскими жителями И которые были уже сильно затронуты такими социалистическими революционными настроениями И в этом отношении, конечно, свою роль в развитии событий сыграли и социалисты То есть в это время в России было пять политических партий Это крайне правые монархисты, которые были организованы в три организационных формы Это монархическая партия Грингмута Это союз русского народа Дубровина И, конечно, союз Михаила Архангела Владимира Митрофановича Пуришкевича То есть монархисты имели свои организации Которые однозначно стояли за сохранение монархии И вообще за сохранение существующего положения А левее находились октябристы Партия 17 октября Это партия крупной буржуазии Которая возникла после манифеста 17 октября в 1905 году Поэтому они и назывались октябристы То есть этим названием они подчеркивали свою лояльность правительству Что они возникли по разрешению государя Который вот 17 октября, значит, разрешил Лидером октябристов был известный предприниматель Государственный деятель Александр Иванович Гучков Дальше левее находилась партия кадетов Кадеты, то есть конституционные демократы Это русские либералы Для которых прежде всего идеалом была Англия Конституционная монархия Ну и вообще развитие России по пути европейских демократий Во главе этой партии стоял известный историк Павел Николаевич Милюков Дальше левее находились эсеры Эсеры это социалисты-революционеры Сокращенно эсеры Они были, как они сами себя позиционировали Они были продолжателями народников Продолжателями народной воли И так же, как и народная воля Эсеры среди прочих методов борьбы принимали методы индивидуального террора И они прославились на всю Россию Ну в кавычках прославились на всю Россию Своими знаменитыми террористическими актами Когда Каляев убил московского губернатора Великого князя Сергея Александровича Когда убит был министр внутренних дел Плеве Ну и так далее Но вот эта боевая организация эсеров В конечном счете их сильно скомпрометировала Потому что оказалось неожиданно Что во главе этой структуры стоял некий Азеф Который был осведомителем полиции И он был человеком очень хитрым Таким образом он вел двойную игру И это тоже произвело очень сильное впечатление И сильно дискредитировало вообще партию эсеров Которая оказалась фактически в руках вот такого человека Но тем не менее партия эсеров все-таки была очень сильна Почему? Потому что эсеры это крестьянская партия Огромная часть населения России это крестьяне И собственно говоря у эсеров был один пункт Основной пункт их программы Это конфискация помещих земель Без всяких компенсаций, бесплатно И раздача их крестьянам по уравнительной норме Ну и дальше левее находились социал-демократы Социал-демократы, которые позиционировали себя Как представители интересов пролетариата Социал-демократы делились на большевиков и меньшевиков В чем была разница между ними? Если коротко говорить, разница была в том, что меньшевики считали Что Россия еще не созрела для социалистической революции Что Россия должна еще долгое время развиваться как капиталистическая страна Тогда созреет пролетариат И уже можно будет говорить о пролетарской революции Или пролетарском парламентском строе А большевики считали, что да, да, конечно, крестьянство у нас отстало Но мы будем создавать диктатуру пролетариата И с помощью вот этой диктатуры пролетариата Как универсальным орудием Партия большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным Собиралась решать все вопросы Вот пять крупных политических партий, которые работали тогда в России И эти партии принимают активное участие в дальнейших событиях Событиях 17-го года Но события были какие? Значит, армия переходит на сторону народа И вот уже 1 марта неожиданно для многих возникает некая организация Которая называет себя Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов В этой организации хозяевами были меньшевики Меньшевики и эсеры Они берут этот совет в свои руки И издают знаменитый приказ номер один 1 марта 1917 года И вот этот приказ номер один предписывал Хотя непонятно было на каком основании они дают распоряжение Но это был своего рода блеф такой политический Который оказался удачным То есть они в этом приказе номер один Приказывали во всех воинских частях Создавать солдатские комитеты И никаких приказаний командиров, офицеров не выполнять без утверждения Этими солдатскими комитетами То есть по сути дела армия была поставлена в руки самих солдат Которые конечно трудно было ожидать от них какого-то достойного управления воинскими силами Приказ номер один фактически разрушил российскую армию Потому что эти комитеты действовали в эгоистических интересах тех частей Которые они представляли Что касается императора Николая Второго То как известно он в конце концов решил вернуться в Петроград Чтобы разобраться что там происходит Но это все было уже поздно И вот поезд на котором император добирался до Петрограда Был остановлен во Пскове Куда к нему прибыли депутаты Государственной Думы Шульгин и Гучков И обращаясь к нему они стали уговаривать его отречься Отречься в пользу своего сына царевича Алексея С тем чтобы успокоить так сказать народ И как-то навести какой-то порядок Император некоторое время размышлял Потом сказал им что он не может пойти на такую сделку Потому что сын его больной У него была гемофилия Он нуждался в постоянном присмотре Николай Второй сказал что я не могу оставить сына Если я отрекусь я должен буду уехать из России А уехать вместе с сыном я не могу Потому что он будет править Короче говоря Николай Второй сказал что я готов отречься в пользу брата А у него был брат Михаил Александрович И вот значит он написал отречение в пользу брата И с этим депутаты вернулись в Петроград Но когда они вернулись в Петроград На вокзале их встречала уже огромная толпа Толпа которая ожидала известия о том что монархия рухнула И вместо этого Гучков начал читать им отречение в пользу брата И раздались яростные крики что долой царя Долой, долой Романовых, долой самодержавия И стало ясно что народ уже не хочет никаких Романовых Ни наследников, ни братьев, ни внуков, никого И вот в этой обстановке они обратились к Михаилу Александровичу К брату царя с предложением возглавить государство Принять так сказать венец Он сказал что мне нужно подумать Вышел в соседнюю комнату Посоветовался там со своей супругой графиней Брасовой Вышел и сказал нет я не могу это взять Если мне предложат учредительное собрание Вот тогда поговорим А пока в этой ситуации я отказываюсь От каких бы то ни было претензий на самодержавие И вот таким образом отказ Михаила Александровича Означал по сути дела конец династии Романовых в России Конец потому что других претендентов не было Ну и здесь уже начинается борьба между другими силами Романовы сходят со сцены Конец их был трагичен как известно Но конечно во многом они сами виноваты Во многом виноваты Николай, его окружение и великие князья Романовы завели Россию в тот тупик Из которого могла вывести только революция Вот тот самый случай о котором я говорил Что революция это прежде всего эгоизм правящего класса Эгоизм и неспособность понять общую ситуацию Взять на себя ответственность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok